Всем привет, друзья! С вами Полина, и это моё легендарное возвращение на канал. Я решила вернуться на канал без какой-то излишней помпы, ничего не анонсируя, просто выпустив видео. И надеюсь, вы этому будете так же рады, как рада вернуться я. Я действительно очень давно не снимала, как начались эти события масштабные, так я и прекратила съёмку. Потом у меня начались уже совсем не связанные с этим и личные кризисы, переживания и так далее. Но мой канал не об этом, мой канал про книги, но, наверное, стоит чуть-чуть обозначить какие-то границы. Я очень хотела вернуться уже давно, но не находила в себе каких-то моральных сил, физических сил, возможностей. И вот, наконец-то, всё сошлось, появились и технические возможности, и эмоциональные ресурсы для съёмки видео. И я решила, наконец-то, опять снимать про книги. Сразу хочу сделать, наверное, несколько ремарок. Сейчас моя библиотека не со мной, она сейчас у мамы, поэтому, когда появится возможность и место, куда её разместить, я, конечно, заберу свои книги, но библиотека очень сильно похудела. Где-то, наверное, шесть коробок я решила отдать. Вот, в целом у меня большой такой пересмотр моего отношения к книгам в том числе произошёл. В целом к жизни, наверное, как у многих людей в последнее время, да и, наверное, просто на каком-то этапе взросления такое происходит. Вот, я решила вернуться с итоговым видео. Это один из моих любимых тегов, который мне когда-то очень давно, в 2019 году, по-моему, даже, передали девочке с канала Друзья Азбуки. Если они это увидят, то большой привет и ещё раз спасибо за тег. Я несколько раз его снимала. Тег называется «Книжный по скрипту». И я решила вернуться именно с какими-то итогами, потому что, по сути, очень давно вам ничего не рассказывала. У меня накопилось, что рассказать. Я в 2023 прочитала достаточно много книг, в 2022 также оба этих года я ничего особенно не снимала и, соответственно, ничего вам не рассказывала. Но, думаю, в дальнейшем будет серия видео именно прочитанным, где как-нибудь я попытаюсь это оформить, рассказать. Надеюсь, вам будет интересно. Хочу сделать такую ещё небольшую ремарку, что я пересмотрела своё отношение к книгам, как сказала раньше, и, соответственно, я не покупаю больше книги. То есть, очень-очень редко в бумаге что-то покупаю. В основном это в электронном виде. Я много стала читать в электронном виде. Даже, наверное, из сегодняшнего тега это будет понятно, потому что большинство книг я читала в электронке. Слишком много, наверное, на самом деле информации, которую хочется поделиться, и которая всё-таки с книгами связана. Но раз уж я решила снимать тег, то, наконец-то, стоит приступить к съёмкам этого тега. Начнём с первого вопроса. Он звучит так. «Самая длинная книга, которую вы прочитали в 2023 году, или книга, которую вы читали дольше всего?» И я отмечу книгу Уильяма Фолкнера «Сарторис». Мне мой молодой человек подарил замечательное букинистическое собрание сочинений Уильяма Фолкнера. Это был невероятно приятный для меня сюрприз. Я очень рада. Мне в целом нравится букинистика. Ничего не изменилось с момента, как я последний раз снимала видео. А вот из этой именно серии, из этого букинистического собрания сочинений, у меня было три последних книги. Я всё не могла найти первые три. Вот подарок такой мне замечательный сделали. Я очень рада. Вот покажу вам, какая прелесть. Тут есть также карта Йокна Патофа, выдуманного Фолкнером округа, где помещены все герои его романов и в целом где происходит всё действие. Я у Уильяма Фолкнера читала «Уже свет в августе». Даже, если честно, пересмотрела своё видео об этой книге, как бы напомнила себе впечатление, поняла, что тяжеловато будет возвращаться, потому что навык речи, если честно, немного потерян. Вы, наверное, не представляете, какая по счёту эта попытка снять видео, но я не сдаюсь. Верняются книги. Замечательный роман Уильяма Фолкнера, который называется «Сарторис». Я решила его читать прямо по порядку. Вы наверняка знаете, что Уильям Фолкнер — автор, который чаще всего писал о Юге Америки, то есть о том, что он лучше всего знал. Он принялся за эту тему, нашёл в ней большое вдохновение и создал огромное количество произведений, на самом деле, которые посвящены проблематике Юга. Роман «Сарторис» Уильяма Фолкнера, он посвящён такому упаду аристократии. Действия в нём происходят после Первой мировой войны и рассказывают нам о семье Сарторисов, о семье, которая живёт памятью о своём патриархе, о человеке, который участвовал в войне Севера и Юга, который был крупным деятелем, большое влияние оказало на место, где живёт. И в целом человеком, который был знаменит, отважен, героичен. И вот семья уже в данный момент, находящаяся в упадке, у которой уже куча трагедий за спиной, их жизнь, их портреты. Мне очень понравилось читать эту книгу. Я, правда, поставила ей 4, по-моему, из 5. Сейчас напомню себе оценку, которую я поставила. Да, действительно, нет, не действительно, 4,5 из 5. Как будто мне чуть-чуть чего-то не хватило, потому что вот первый роман, который я читала Уильяма Фолкнера «Свет в августе», произвёл на меня действительно очень сильно неизгладимое впечатление. А вот эта книга чуть менее сильно меня затронула, но всё равно показалась мне очень интересной. Если вы читали, обязательно делитесь своими впечатлениями. Ну и коль скоро это видео всё-таки не о прочитанном, а какой-то такой общий тег, который поможет мне подвести небольшие итоги 23-го года, я, наверное, не буду очень сильно и много вам рассказывать о тех впечатлениях, которые книги на меня произвели, иначе тайминг этого видео растянется до бесконечности. Вот, пожалуй, книга, которую я читала дольше всего. Она небольшая, читала я её долго, потому что мы в тот момент с моим молодым человеком жили не у себя дома, так скажем, вот. И приходилось долго добираться, то есть некоторые силы затрачивать на то, чтобы жить, как-то ужасно звучит. В общем, просто не было, но это силы времени на самом деле. Вот, сейчас это время есть, надеюсь, я продолжу своё знакомство с творчеством Уильяма Фокнера и буду, соответственно, теперь уже вам об этом рассказывать. Вот такая книга, которую я долго читала, но всё-таки очень довольно прочитана. Я ещё решила другую книгу вам показать, которую на самом деле я не дочитала, и в процессе чтения которой я пребываю до сих пор. Это вот такое произведение, это сборник трудов стоических философов римских. Тут есть Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Я, как и многие, наверное, люди, увлеклась в философии стоицизма, и, если честно, по-моему, правильно говорить Сенека, но почему-то я привыкла говорить Сенека, и очень часто слышала, что именно так произносят его имя, и, возможно, буду путаться. Поэтому сразу прошу прощения у всех, кому это очень важно. Вот, я начала читать эту книгу. Я прочла несколько произведений, о которых тоже чуть позже скажу вам, именно научно-популярных, простоицизм. Мне понравилась концепция этой философии, мне захотелось применить её в жизни, в своей. Поэтому я решила, что, чем чёрт не шутит, начну читать самих философов. Это, конечно, не оригинал, но всё равно, мне кажется, важно ознакомиться непосредственно с их трудами, чтобы составить своё личное мнение. Потому что любая научно-популярная литература какой-либо философии — это переосмысление её, что тоже очень здорово. Но всё равно через призму, через сознание другого человека. А тут я сама решила прочитать, понять и выделить для себя что-то важное. Как я и сказала, тут три основных римских философа Стойка. Сейчас я читаю Сценоку и в целом довольна своим знакомством. Тут несколько его произведений приведено в этом сборнике. В данный момент я на нравственных письмах к Луцию постепенно их читаю, никуда не тороплюсь. Эту книгу я читаю на протяжении всего, мне кажется, этого времени, что я снимала видео. И в целом очень довольна. Не хочу торопиться с этим, просто всё осмысливаю. Иногда листаю его, к чему-то возвращаюсь. Поэтому всем очень советую. Действительно, очень интересная философия. И на удивление просто написано. Тут, конечно, нужно сказать спасибо переводчикам. Простая книга, понятная, но о многом заставляющая задуматься. В этом, в принципе, и смысл философии, поэтому всем очень советую. Второй вопрос этого тега звучит так. Книга, прочитанная в 2023 году, которая вывела меня из зоны комфорта. И тут я приведу две книги. Это моё знакомство с Фёдором Сологубом и его роман «Мелкий бес». И также книга «Психология зла» Джулия Шоу. «Мелкий бес» произвел на меня очень такое тревожное впечатление. Этой книге я поставила 4 из 5, несмотря на то, что на самом деле она мне понравилась. Просто чего-то не хватило. Это хорошая оценка, я считаю. И действительно, очень такое произведение неоднозначное. Насколько я читала, у Фёдора Сологуба были некоторые сложности с изданием этого романа. Какое-то время его просто не принимали к изданию, потому что тема казалась странной, и роман казался не очень неоднозначным. Мне книга-то в целом понравилась, хоть в ней нет ни одного положительного героя. Больше всего меня ужаснуло то, что романы этот... В основу сюжета романа были включены действительно воспоминания Фёдора Сологуба и история учителя из «Великих лук». Великих лук? В общем, вы поняли. То есть человек действительно существовал, который был прототипом этого Передонова. Ордолеон Передонов, главный герой романа, абсолютно неприятный человек, ужасный на самом деле. Садист, учитель при этом. Ну то есть это, конечно, страшная смесь, когда такой тип личности, такой вообще человек становится учителем детей. Это кошмар. Но, к сожалению, случается, наверное, и в наше время. Учитель, он был просто одержим идеей получить повышение, получить какую-то должность, и в дальнейшем это буквально, наверное, свело его с ума. И вот эта постепенная его деградация, его изменения психологические, его какая-то ужасная, мерзкая, липкая личность, которую нам показывали в этом романе, это, в общем, действительно выводящие зоны комфорта чтения. И самое ужасное, наверное, что для меня просто нет вообще ни одного положительного героя в этой книге, который бы вызвал какие-то приятные впечатления. Но книга интересная. Если вы читали, буду очень рада узнать ваше мнение. Опять же, не буду очень сильно на сюжете произведения зацикливаться. Могу только сказать, что, наверное, вот этот сюжет сумасшествия, изменения в человеческой психике, такие постепенные, которые были показаны Фёдором Сологубом, очень здорово описаны в романе. И я просто сейчас увлечена психологией в том числе, и поэтому мне интересно такого рода литературу читать. Вторым произведением, которое вывело меня из зоны комфорта, является такое научно-популярное произведение «Психология зла» Джулия Шоу. Джулия Шоу — это, по-моему, германо-канадская журналистка. Она научно-популярная журналистка, она психолог, то есть у неё есть тоже и образование. Она много участвует в различной деятельности по популяризации науки. В основном у неё работы связаны с ложными воспоминаниями. Но вот она написала ей такую книгу, которая рассказывает нам, что такое зло с научной точки зрения. И выводы, которые она сделала, в принципе, мне близки о том, что человек не может быть стопроцентно злым. Обычно под этими психологическими изменениями лежат какие-то травмы или гипертрофированные нормальные желания. Вообще, что такое норма? Очень сложный вопрос. Больше, наверное, социальный конструкт. И в целом там много вещей обсуждается, которые могут повергнуть неподготовленного читателя в шок. Мне книга понравилась, я поставила ей 5 из 5, и думаю, наверное, что когда-нибудь перечитаю её. Она достаточно интересна, была у меня в электронном виде, и есть в электронном виде. Вот, если вы хотели понять больше что-то про зло, там именно с научной точки зрения, то есть приведены результаты исследований, результаты экспериментов психологических в том числе. О результатах этих экспериментов очень интересно подумать, поразмыслить, и они, наверное, очень действительно неоднозначны. Следующие два вопроса можно было, конечно, пропустить, но всё равно нужно их озвучить, чтобы как-то постепенно идти по тегу. Третий вопрос звучит так. Сколько книг вы перечитали в этом году? Ну, то есть в году, в 2023-м. Я ни одной книги не перечитала, все книги, это были мои открытия, новые знакомства. В общем, как-то с перечитыванием в 2023-м году у меня не заладилось, к сожалению, что не очень хорошо, но я думаю, что это связано с тем, что у меня библиотеки просто моей под рукой не было. Обычно ты перечитываешь что-то в бумаге, что у тебя уже есть. К сожалению, у меня сейчас ограниченный набор книг, у меня электрон-то с собой сейчас дома, и часть книг, конечно, я забрала, которые меня интересуют, но всю библиотеку пока ещё не забрала. Четвёртый вопрос звучит так. Любимая перечитанная книга этого года? Но, опять же, этот вопрос тоже можно опустить, потому что любимой перечитанной книги у меня нет. Пятый вопрос — это книги, впервые прочитанные в 2023-м году, которые вы точно будете перечитывать. Ну и тут в основном классические произведения. Это «Облобов» Ивана Гончарова, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Возвращение в Брайтсфёд», у меня вот были, я помню, очень давно проблемы с произношением этого названия, и даже мне там понавтыкали в комментариях, вот, «Возвращение в Брайтсхэд». Брайтсхэд. Иврин Вон. Спасибо за это сложное для меня название, но роман потрясающий. И Питер Пэн и Вэнди. Почему-то я решила сюда включить, наверняка буду перечитывать. Детское произведение Джеймса Байри, которое произвело на меня приятное впечатление, какое-то такое животрепещущее, когда ты возвращаешься в детство. Что касается остальных книг, я первый раз в жизни читала Обломова, несмотря на то, что он входит в школьную программу, точно так же, как «Идиот». Аналогичным образом, тоже это было мое знакомство, я не читала их в школе, потому что мне было неинтересно читать школьную программу. Сейчас я с большим удовольствием познакомилась с этими произведениями. Наверное, сейчас пока излишне как-то зацикливаться на сюжете этих книг, и тот и тот роман для меня почему-то имеет нечто общее, не только потому, что я в одном году решила их прочитать, а потому что, мне кажется, герои, несмотря на то, что очень разные, но всё же чем-то может быть даже и похоже. В общем, Обломов — чудесная книга, мне очень понравилось читать её. Так же, как и «Идиот», тоже мне очень-очень понравилось. Точно буду перечитывать. Русская классика — это что-то невероятное, я всё больше и больше погружаюсь в этот пласт литературы, и нахожу в этом большое вдохновение и удовольствие, интеллектуальное и в целом читательское. Книга «Возвращение в Брайтсхэд» Иврина Во тоже мне очень понравилась. Это книга английского писателя, она написана очень метко так, с юмором, рассказывает художники, который учился в Оксфорде, и там есть такой момент, где рассказывают про эту оксфордскую жизнь, и я поняла в целом, что мне нравятся романы университетские, особенно какие-то английские университетские романы. И вот как он описывал эту жизнь в университете, это что-то невероятное, я получала большое удовольствие от этого отрывка романа. И так же в дальнейшем он попал, он в университете познакомился с молодым человеком, с аристократом, и он попал в эту семью, в богемную жизнь, и некоторое время он в этой семье существовал, видел какие-то его трагедии, там была какая-то религиозная тематика. Если честно, роман я читала достаточно давно, я помню вот свои впечатления от него, очень позитивные. Я помню, что было и забавно, и с юмором написано, и метко, и ирония. В общем, всё, как я люблю, и безусловно, я буду дальше знакомиться с творчеством Ивленово. Кстати, наверное, стоит сделать небольшую ремарку, что мои соседи делают ремонт, поэтому если вы услышите какие-то звуки непотребные, то я прошу за них прощения. Я пытаюсь снять это видео уже весь день, они то сверлить, то стучать начинают, поэтому прошу прощения ещё раз. Последнее произведение из этого пятого вопроса, Питер Пен и Венди, это небольшая повесть Джеймса Барри, которая мне очень понравилась, просто в какой-то момент я решила прочитать, у меня была книга на руках, и получила большое удовольствие. Просто чудесное небольшое произведение, которое тебя как-то в детство переносит. Наверное, напоминает о мимолетности времени, о том, что детство закончилось, и вот эта какая-то небольшая меланхолия, которая возникает в связи с этим после прочтения, она была на удивление приятной. Поэтому я думаю, что буду перечитывать. Я также ещё посмотрела фильм про автора, про Джеймса Барри. Мне он тоже очень понравился, и я вам всем тоже советую. У него необычная такая судьба, интересная. Так, шестой вопрос. Любимый рассказ 2023 года. Если честно, рассказов я читала очень мало, но всё равно два решила выделить, просто чтобы как-то вставить их в этот вопрос. Это рассказ актриса Кэтрин Мэнсфилд, я поставила 4 из 5. Не могу сказать, что это прям какой-то шедевральный рассказ, но достаточно интересный, такой в духе того времени. В этом рассказе идёт речь о женщине-актрисе, в которой попадает сложное финансовое положение, и в связи с этим ей приходится делать очень нелёгкий выбор в сторону, насколько я поняла, проституции. Там как бы это всё, знаете, недомолвками рассказывается, и там нет никаких подробностей, связанных с этим. Просто человек такой в отчаянии, который выбрал в себе такую стезю, где очень небольшой промежуток времени ты находишься, когда можешь рассчитывать на успех, и в связи с этим, когда она уже стала возрастной актрисой, она стала никому не нужной, ещё и поправилась, её типаж никого не интересовал, поэтому она вот выбрала такую нелёгкую, дальнейшую свою судьбу. Ну, есть над чем поразмыслить, он совсем небольшой, но, интересно, я его, между прочим, не читала, а скушила. И второй рассказ — это записки сумасшедшего Николая Гоголя. По сути, этот рассказ представляет собой дневник этого главного героя, и мы в процессе записи, в процессе чтения видим, что он постепенно сходит с ума, и заканчивается всё тем, что он думает, что он испанский король. В какие-то моменты было очень забавно, как он там с собакой разговаривал, и проследить вот это сумасшествие, которое постепенно-постепенно как-то прорастает в нём, с одной стороны, было и занятно, и грустно, но не могу сказать, что это прям какое-то сильное произведение, сильный рассказ, который очень сильно меня затронул. Занято, наверное, отметить, что у меня целых два произведения, прочитанные в 2023 году, которые, по сути, посвящены сумасшествию. Это «Мелкий бес» и вот этот рассказ. Интересно, с чем это было связано, не могу сказать. Но, опять же, для общего развития очень советую, обязательно буду читать другие рассказы Гоголя, мне очень Гоголь нравится, просто, как мне показалось, по сравнению с моими любимыми рассказами «Вечера на хуторе Близди Каньки», это был такой менее занятный рассказ, не такой проникновенный, не такой какой-то прям, уф, а так средне всё прошло. Хотя тема очень интересная. Следующий вопрос, седьмой, понравившиеся книги, которые вы бы порекомендовали широкому кругу читателей. Каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, мне кажется, я делаю ремарку, что рекомендовать что-то широкому кругу читателей очень опасная идея, такая неблагодарная, но на самом деле книги, которые я решила вам порекомендовать, они больше практически какой-то смысл имеют, практическое применение. Как я и сказала, я очень много произведений прочитала, посвящённых философии, и именно научно-популярных. И тут я как раз вам рекомендую с ними ознакомиться. Это две небольшие книги Джона Селарса. Надеюсь, я правильно произнесла, да? Селарс. Джон Селарс, автор этих произведений. Обе я читала в электронном виде, они абсолютно небольшие по объёму, и там какая-то целая серия есть книгу Джона Селарса, которые рассказывают о той или иной философии, как-то с научной точки зрения, точнее, с научно-популярной точки зрения, где он пытается переосмыслить эту философию, объяснить её простыми словами. Хотя на самом деле, что философия Эпикура, что философия Стойков, не сказать, что была какая-то сложная, непонятная, или концепция там были вообще абсолютно неприложимы к жизни. Так вот, как вы уже поняли, это книги по философии. Первая книга называется «Как жить. Уроки стоицизма» от Эпиктето Сенеки и Марка Аврелия. Именно, кстати, после этой книги я решила, я помню, начать читать самих Стойков, как мне кажется, потому что я в два прихода как-то её читала. Я помню, я начинала её читать, увлеклась этой философией, начала читать что-то другое про неё, купила себе непосредственно этих авторов, начала их читать, а потом уже дочитала книгу Джона Селарса. Мне книга понравилась. Очень всё понятно, ёмко, приложима к жизни и вдохновляет на дальнейшее знакомство с этой философией. Вторая книга — это «Философия безмятежности» «Тетраформакос Эпикура». Это про философию эпикурейцев. В привычном, популярном переложении этой философии философия Эпикура кажется философией удовольствий, философия такая гидонистическая, что на самом деле совсем не так. Философия Эпикура, она, на мой взгляд, больше привлекается с философиями стойков. И я попыталась из той и из той философии взять какие-то вещи, которые были бы мне близки и которые бы помогали мне справляться с сложностями и быть хорошим человеком, достойным человеком. Поэтому мне кажется, что обе эти книги, они дополняют на самом деле друг друга. И вот я сейчас читаю Сеноку, и он постоянно цитирует Эпикура. Поэтому это о чем-то да говорит. Хотя они были из школ, которые считались противниками друг другу, конкурентами. Вот. Последняя книга — это «Я манипулирую тобой». Последняя книга, которую я могу порекомендовать широкому кругу читателей. Автор ее Никита Непряхин. Это наш с вами соотечественник. Он достаточно много занимается тем, что популяризирует научное критическое мышление, «Критический взгляд на вещи». Я читала его книгу и по критическому мышлению. Там очень много про когнитивные искажения. А эта книга посвящена именно манипуляциям, которые окружают нас на самом деле везде. На работе, в отношениях, с близкими, с партнерами, с друзьями. И когда ты начинаешь читать эту книгу, ты начинаешь замечать эти манипуляции. Мне очень понравилось. Там не только приведены сами виды манипуляций основные, но также показано, как можно с ними бороться, как им противостоять. И это действительно замечательная, очень прикладная и полезная книга. Вообще, в целом, могу порекомендовать Никиту Непряхина как автора не только про критическое мышление и манипуляции. У него вроде есть даже для детей что-то про критическое мышление для подростков. Но и также лекции у него где-то есть на Ютьюбе. Если вам интересно, вы можете ознакомиться. Мне понравилось. Очень-очень рекомендую. Следующий вопрос. Понравившаяся книга, которую вам не хотелось бы кому-либо рекомендовать. И тут я скажу книгу, которую я уже озвучивала. Это «Психология зла» Джулии Шоу. Опять же, по тем причинам, которые я говорила ранее, там есть ряд выводов, которые могут не понравиться людям с консервативными взглядами на жизнь, с консервативными взглядами на добро и зло, на порядочность. Мне кажется, они могут человека ввести в какой-то диссонанс с самим собой, со своими взглядами, к сожалению или к счастью, не знаю. Поэтому вот к этой книге, пожалуй, стоит относиться немножечко с осторожностью. То есть, если вы беретесь ее читать, я бы ее всем-всем-всем не рекомендовала. Хотя мне она показалась очень интересной. Девятый вопрос. Подумайте о своем годе как создатель книжного контента, какие-то цели и так далее. Ну, тут у меня просто в комментариях написано к этому вопросу, потому что у меня не было никаких достижений, связанных с контентом, никаких видео не было. Я абсолютно выпала из этой повестки, так скажем, книгоблогерской. Вот. Но надеюсь вернуться, надеюсь опять получать удовольствие от монтажа и от съемок, от рассказов, от общения. Началось сверление! Не сойти с ума в квартире, где со всех сторон сверлят. У строителей перерыв сверлений, я решила закончить это видео. Так вот, вернемся к моим планам. Потому что итогов пока никаких нет, связанных с созданием контента. Я планирую постепенно возвращаться на канал. Сразу хочу отметить, что думаю снимать видео по зову сердца. Скорее всего не будет какого-то конкретного плана выхода контента. Я не хочу себя чем-то обязывать. Я просто хочу получать удовольствие от общения, от съемок, как я и сказала, от чтения в первую очередь. Поэтому это будет там максимум, наверное, одно видео в неделю, а может быть даже чуть реже. Если будут, конечно, силы и желания, этих видео будет больше. И последний, десятый вопрос. Ну, это же не вопрос, по сути, а пожелание. Передайте тег некоторым любимым книжным блогерам. Я, если честно, не знаю, кто сейчас какие видео снимает. Является ли этот тег до сих пор популярным? Что сейчас находится в топах BookTube? Вот, но если вы хотите и вы создаете книжного контента, то, конечно, снимайте, будет очень-очень здорово. Вот, на этом, пожалуй, все, друзья мои. Надеюсь, это видео показалось вам полезным. Я немножечко волнуюсь, но при этом очень рада. Буду опять восстанавливать свои навыки говорения. Говорение на камеру. Поэтому ждите следующих видео. Всем пока-пока. Ура! Мы сняли! Тю-тю-тю-тю-тю!